В здании районной администрации прошло совещание под председательством временно исполняющего обязанности министра ТЭК ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника. Обсудили темпы до газификации и развития инженерной инфраструктуры на территории Северского, Абинского районов и города Горячий Ключ. Присутствовали представители трех муниципалитетов, прокуратуры, газораспределительных и ресурсоснабжающих организаций, которые доложили о текущем состоянии дел по исполнению программы догазификации. На сегодняшний день темпы чрезвычайно малы, в том числе и на территории Северского района. За два минувших месяца у нас успели подключить всего 22 абонента. «Задача сейчас стоит у нас до отопительного периода запустить как можно больше людей, чтобы они не в феврале подключались». Основной проблемой газовики назвали поиски порядочных подрядчиков, которые были бы в состоянии выполнить свои обязательства. Директор филиала номер 12 АО «Газпром» газораспределения Краснодар в городе Абинской станицы Северской Дмитрий Рудоманов признался, что темпы, которые сложились на сегодняшний день, достаточно низкие, но принимаются все возможные меры, чтобы изменить ситуацию. «Некоторый спад был. Это было связано с тем, что у основного нашего подрядчика сантехника «Газа» у него по тендеру закончились деньги, но он даже сейчас продолжает работать, с учетом того, что следующий тендер он разыграет и наверстает упущенность. Я к чему говорю, что у него сейчас накоплено большое количество объектов, которые он уже построил, но еще они просто не сданы в эксплуатацию, соответственно, по статистическим данным они не проходят. Кроме того, наши две бригады, они были одна, сейчас мы увеличили до двух, они работают и не останавливаются весь этот период времени». Вячеслав Шапошник отметил, что проблемы «Газпром» не должны стать проблемами населения. Кроме того, местные власти обязаны максимально включаться в процесс, в том числе и по поиску новых подрядчиков для выполнения работ. «Я лично сам участвовал в том, чтобы найти подрядчиков, чтобы направить их в наш филиал, направлял, отправлял, но они и заключили контракт и ушли». Временно исполняющий обязанности министра ТКЖКХ Краснодарского края рекомендовал чаще собирать муниципальные штабы и приглашать на них сотрудников прокуратуры, взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями. На совещании составили пошаговый план действий по увеличению темпов реализации краевой программы по догазификации домовладений.